Привет! Сегодня я приглашаю тебя на прогулку в окрестности Байдарской долины, недалеко от Севастополя. Мы пройдемся вдоль русла реки Арманки, протекающей по оврагу Молташ-Узень. Этот овраг отсекает гору Календа от другой, более мощной горы Биюк-Синор. А располагается он сразу за селом Павловка, которое находится в Байдарской долине. Летом река Арманка становится мелководной и практически пересыхает, а во время паводка омывает склоны так называемого Розового каньона. Скалы имеют розовый оттенок, так как породы, из которых они сложены, представлены мраморовидным известняком приятного розового цвета. Розового каньона На дне Розового каньона можно увидеть так называемые ванночки. Это углубления в камни круглой формы. Правильное их название – эвразионные котлы. Они образуются под воздействием вращательных движений потока воды в реке. Ванночки Розового каньона особенно красивы, когда в них много воды. В мае, когда вода еще остается в каньоне, можно купаться в таких углублениях. Прогуляться по каньону можно пешком, только когда спадет вода. В полноводный период пробраться можно, конечно, но велик риск попросту свалиться в воду. Тем более, что некоторые камни довольно скользкие из-за высокой влажности. А для тех, кто любит красивые виды и не готов экспериментировать, можно выбрать более простой путь. Хорошо заметная дорога идет примерно от села Павловка. Она называется Молтажская тропа. По названию речки на крызмско-татарском Молтаж-Узень. А в наших планах на сегодня прогуляться вдоль реки Арманка, затем подняться на Молтажскую тропу и дойти до Чертовой лестницы. Прогулка вдоль Арманки может занять около 1-2 часов. В зависимости от того, какой вариант пути вы выберете и как часто будете любоваться видами. Преодолев небольшой, но крутой подъем, мы вышли на основную тропу, по которой пойдем дальше. В этот день мы несколько раз увидели крымскую жужелицу. Обитает она преимущественно на юго-западной территории крымского полуострова. Это краснокнижная насекомая. Но приближаться к нему не стоит, так как выделенная жидкость вылетает на расстояние более 2 метров и может с легкостью попасть в глаз человека, вызывая сильное раздражение. Причем эта жидкость имеет отвратительный запах. Так что будьте осторожны, красиво не значит безопасно. Ну а мы еще раз, только уже сверху, полюбуемся красотой каньона, по которому сегодня прогуливались. Не забудь подписаться на мой канал. И я, как всегда, не прощаюсь с тобой, а говорю до новых встреч. Пока-пока!